Вот Александр Алексеевич, сидящие здесь в этом зале люди знают вас больше, конечно, как автора замечательных песен, автора замечательных стихов. Но тем не менее, я уверена, что им тоже было бы очень интересно, если бы вы буквально, ну, в доступном для нас виде, два слова сказали о своей работе. Насколько я вот понимаю, вы знаете о истории нашей планеты много всего, о древе там континентов, о каких-то глобальных катастрофах, которые будут или были, и об устройстве Земли тоже знаете. Да, ну, понимаете, я занимаюсь территорией гибрид. В соответствии с территорией гибрид, вся твердая оболочка Земли, ликосфера, состоит из отдельных плит, которые перемещаются поверхность Земли. Ну, например, вот Байкал, это будущий океан. Все, что в Москве, отделится от России и уйдет присоединиться к китайской плите, как нам это не прискорбнулось. То же самое происходит на Мертвом море. Мертвоморский разлом, идущий через пустыни Негев до, значит, Акапской бухты, до бухты Эллад. Вода делит израильский кусочек арабских соседей. Синейский плывет, что присоединиться обратно к Израилю. Все это уплывет в Мировой океан и кончится интифада. Я читал лекции в Теревию на эту тему, и там все эти евреи кричат про фелсов. Когда, когда? Я говорю, друзья, по нашим подсчетам 15-20 миллионов лет, что я просто это продержался. Но все это действительно так и есть. Понимаете? Ну, вот, кстати, мне по имени всего прочего удалось обоставать, что гибель Содома и Гоморра, из-за того, что, точка зрения, абсолютно логична. И это действительно, там были города, которые надо поискать на дне Мертвого моря. Я описал процесс, как они погибли. Есть там и доказательства. Такой же процесс был в 1923 году, по-моему, когда было Ялтинское землетрясение. Тоже горело море. Не море горело. Горели выбросы метана. И серовко-родный запах. Точно описано в Библии. В Библии точно процесс описан. И это, конечно, было землетрясение. Целопросто метана. Горели птицы. Горело море. Все горело. Вот, и так далее. Там исход Евреев из Египта связан с огромным цунами, утопившим войска фараона. Значит, было цинамегенное землетрясение. Такое цинамегенное землетрясение, как на Суматре, было только раз в Древнем мире, которое сопротивляло взрыв вулкана Санторин, подгубившего критомекенскую культуру. И погибло на востоке право-финское государство. А на западе, под островом Киркуресовых столбов, в районосороге Аппаратовской зоны, погибла та самая Атлантида, которую я показывал на этой карте. Вот. Ну, это так, думаю, слова. Но это легенды древние, которые имеют подтверждение. Есть легенды современные, которые подтверждения не имеют. Например, легенда о глобальном потеплении. Я только что был в штатах, в этой демократической стране, где я удостоился презентации, я был третий русский поэт, которого пригласили в библиотеку Конгресса в Америке для презентации. Но меня предупредили. Профессор, мы знаем вашу позицию. Ни слова против гора. Ни слова против глобального потепления. У вас же демократическая страна, ребята. Все, всего свой черед. Ни в коем случае. Гор финансирует нашу библиотеку. Не вздумайте что-нибудь. И я не вздумал, потому что я там 2-3 лекции прочитал. Глобальное потепление для самых главных офек 20 века. Почитайте статью Латырина в новой газете. Эта девушка, конечно, могла бы сослаться все-таки на ученых. Она же не ученая. Анализирует графики. И стает впечатление, что это она все сделала. Это, во-первых, некорректно. В отношении к тем людям, которых она цитирует. Ни одной ссылки нет. А, во-вторых, кто же ей поверит? Она же гурналист. А это дело серьезное. Но в целом, она, конечно, права. Несмотря на некоторую лихость, так сказать, журналистскую чисто. Потому что, на самом деле, глобальная активность главных афер Земли. Дело в том, что я не буду подробнее сказать. В Арктике лед тает, тает. Правильно, последний год. В Антарктиде наращивается той же скорость. Скорость, значит, по данным Академика Котлякова, нашего главного географа. Значит, и так далее, и так далее. Сейчас мы уходим от солнца, и начнется полоса холодов. Зима жаркая была и в этом. Следующий будет еще холоднее. И мы, так и можно, в 2025 году у нас будет глобальная похоронность. Делаю еще в Европе. Такие вещи были в истории. В начале 17 века, скажем, в Европе был малый ледниковый период. Значит, это имело большие политические следствия. Потому что в это время была голландская революция. Значит, а в 1941 году, в 1942 году уже Герцог Кальба и его тяжелая испанская пехота вообще задушили бедных геозов. Принц Аранский собрался обратно в Англию. Но грянули морозы, и испанцы побежали из Голландии, как немцы в 1941 году из Москвы. И победила в 1065 году голландская революция. Друзья, было еще интереснее. По данным британского посольства, Москва-река в 1101 году заверзла на яблочный спаст. Когда у нас яблочный спаст? А еще 13 дней по старому календарю. На следующий год то же самое, на следующий год то же самое. По всей московской земле был мор, голод, неустройство и пало правительство Бориса. Когда вот истинная причина свободного времени. И так далее, и тому подобное. Но мы-то в 21 веке переживем похолодание. Для нас это лучше, чем потеплее. Но когда президенты всех стран собираются и чешут репу, как бороться с подъемом уровня Мирового океана, надо же довести до такого идиотизма всю вот эта бюрократия натовская и ооновская. Это хуже, я не знаю, любых этих самых. Ужас какой-то. Ведь ни одной научной работы нет, доказывающей это. И этот второй его индийский автор, который получил номер, Нобелевский комитет показал полную некомпетентность. И, значит, дав премию гору. Значит, альтернативой была женщина, спасшая во время Холокоста в 1916 еврейских день. И не дали, дали гору. Дали гору. И все это миллиарды долларов, которые капают в карманы этим людям. Перемьет город, приезжал в Австралию, запылил правительство Австралии, чтобы прекратили добычу угля. Якобы это... Дело в том, что зеркало Мирового океана выбрасывает углеродом. В сто раз больше вся мировая промышленность вместе взята. Все это фигня. Да, извините, ради бога, за грубое слово. Понимаете? И так далее, и тому подобное. Кстати, у меня есть песня про глобальное потепление. Я его не слышали. Она писала совсем недавно. Поскольку лекцию мне запретили, сейчас это поверить. А песню можно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.